Уважаемые студенты 4 курса, это дополнение к последней 15-й видеолекции на тему США после Второй мировой войны. Мне нужно завершить небольшую часть лекционного курса, а также задать вам вопросы для закрепления и показать вам рекомендуемую литературу. Мы остановились на начале 70-х годов. Это десятилетие по сравнению с благополучным 60-м считается кризисным. Резко изменилась экономическая конъюнктура, подорожала нефть из-за событий на Ближнем Востоке, изменились настроения американцев и расизм был поставлен вне закона. В 1972 году, уступая молодежным протестным движениям, вступила в силу 26-я поправка Конституции, которая давала право голоса молодежи начиная с 18 лет. Никсон победил в 1972 году, но, к сожалению, во время этой избирательной кампании его сотрудники, сотрудники его администрации, попытались установить подслушивающую аппаратуру в штаб-квартире соперников, демократов, в отеле Уоттергейт в Вашингтоне, но были застегнуты на месте преступления. Когда началось разбирательство этого дела, Никсон, победивший на выборах, использовал свои президентские полномочия, чтобы помешать следствию. В результате Конгресс США решил возбудить дело против него самого и под угрозой отстранения от должности, это называется словом «импичмент», за превышение полномочий Никсон в 1974 году подал в отставку. Такое случилось впервые в истории США. Место ушедшего Никсона занял вице-президент Джеральд Форд. Престижу республиканской партии был нанесен колоссальный ущерб. И в 1976 году на выборах победил губернатор штата Джорджия Джеймс Картер, один из слабейших и малопопулярных президентов США за всю историю. Поэтому уже через 4 года, в 1980 году, сокрушительную победу одержал Рональд Рейган, республиканец, бывший киноактер, а затем губернатор Калифорнии. Он пришел к победе на выборах президента, призывая к сокращению государственного вмешательства в экономии и более решительной внешней политики. Несколько дополнительных фактов из 70-х годов. В 1977 году, 16 августа, в городе Мемфисе, штат Теннесси, скончался Элвис Пресли. Его называли королем рок-н-ролла, сейчас в городе Мемфисе музей рок-н-ролла, где много экспонатов связано именно с Элвисом Пресли. А в 1978 году, 18 ноября, в Гаяне покончили с собой, приняв цианисты калий, около 900 сторонников американской секты «Святыня народа» во главе с Джимом Джонсом. Это уникальный случай, когда почти тысячи человек погибли, попав в деструктивную секту. Рейган начал сокращение налогов и повышение учетных ставок Федерального резервного управления. Он вызвал буквально экономический шок, и это пошло в историю как рейгономика. Рейгономика безработица почти сразу же удвоилась, но инфляцию удвоилась остановить, а затем с 1983 года начался экономический подъем. И при Рейгане США выдвинули программу стратегической оборонной инициативы с элементами космического базирования, знаменитой СОИ. Во внешней политике эра антикоммунизм, Рейган назвал Советский Союз империей зла, когда был сбит чернокорейский Боинг на территории Советского Союза. Но когда в 1985 году в Советском Союзе к власти пришел Горбачев, Рейган вел с ним договоры, подписывал сокращение вооружения, СНВ-1 и так далее. Ну и есть такое понятие, как ирангейт, но подробно об этом, наверное, на семинаре. После двойного президентства Рейгана с 1989 по 1993 годы президентом был Джордж Буш-старший, который до этого был 8 лет вице-президентом у Рейгана, а до этого он был долгое время директором Центрального разведывательного управления в США. Он продолжил политику Рейгана, а во внешней политике провел операцию «Буря в пустыне» 1991 года, когда остановили иракскую агрессию на Ближнем Востоке. В 90-е годы в США, вот в 1992 году, в президентскую кампанию вмешался независимый кандидат, бизнесмен из Техаса, миллиардер Росперо. Его программа была близка к программе республиканцев, и он оттянул на себя потенциальные голоса Джорджа Буша. Джорджа Буша и в результате победил малоизвестный демократ, губернатор от штата Аканзас Уильям Клинтон или Билл Клинтон, скажем так. И Клинтон победил затем и на выборах 1996 года. В 1996 году он победил республиканца Боба Доула на выборах. И, соответственно, события конца 90-х, начала 2000-х, они отражены в хронологической таблице, которую я вам могу предоставить. В 2000-м и 2004-м годах на выборах победил Джордж Буш-младший, сын Джорджа Буша-старшего. В 2001 году, в 11 сентября, состоялась знаменитая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон террористов Аль-Каиды, как считается. Погибло несколько тысяч человек. И в результате, с осени 2001 по 2003 годы, США очень активно вводят войска в Афганистан, Ирак. Здесь устранение режима талибов в Афганистане. В Ираке свержение Саддама Хусейна, который был, в конце концов, пойман и казнен в декабре 2006 года. В 2008 и 2012 годах на президентских выборах победил демократ Барак Обама. В 2016 году, довольно неожиданно, как вы знаете, победил республиканин Дональд Трамп в ожесточенной, очень такой конкурентной борьбе с Хиллари Клинтон, бывшей первой леди, супругой Билла Клинтона. Ну и вот на выборах, которые состояли совсем недавно, в начале ноября 2020 года, вот сейчас идут суды, решается вопрос, но с вероятностью в 99,9% следующим президентом США станет Джо Байден от демократической партии США. Республиканец Трамп обещает вернуться и попытаться победить на выборах 2024 года. Теперь вопросы для закрепления и рекомендуемая литература. Первый вопрос. Каковы особенности политики президента Трумана в первые послевоенные годы? Второй вопрос. Что такое маккартизм и каковы причины появления подобного явления в послевоенной истории США? Третий вопрос. Почему 60-е годы вошли в историю США, как бурные 60-е? Следующий вопрос. Что такое рейгономика? И последний вопрос. Каковы особенности развития стран Латинской Америки в послевоенный период? Это те самые две тенденции, о которых я говорил. Что касается литературы, ее достаточно много. Это история США в четырех томах, том четвертый. Это работы Иваняна Эдуардом Врочевича, «Белый дом президента и политика» и от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша «Белый дом опресса». Есть замечательная работа Артура Шлезингера, младшего цикла американской истории. Есть работы знаменитых латиноамериканистов Ревуненкова, Королева Кудачкина, «Латинская Америка», «История стран Латинской Америки в новейшее время». Ведущий американист России в настоящее время Согрин Владимир Викторовича, «Политическая история США», некоторые другие его работы. Балычев написал книгу «Некруганская революция». Были изданы на русском языке воспоминания Эрнеста Че Гевары, эпизода революционной войны. Громыко написал книгу «1036 дней президента Кеннеди». Он же с авторствой «Скакоши» написал книгу «Братья Кеннеди». На русском языке издали книги Джорджа Буша и Барака Обамы «Буша, глядя в будущее». У Барака Обама что-то связанное с исполнением его мечты. Есть книга Шемякина «Латинская Америка. Традиции. Современность». И книга «В кучество. Латинская Америка. Современные социально-экономические проблемы». Таким образом, очень подробный есть список литературы. Большинство этих книг есть в нашей университетской библиотеке. На этом все. Благодарю за внимание.